так ребятки все пришла посылка это моя я думал это мне кто-то выслал не короче на скутер заказывал крыло из китая они не так хитро говорю сделали у них наличие фар не было задних и они мне аж из китая заказали при как тут подойти-то у меня нет опыта раскрывания посылок это дешевле в два раза чем у нас я бы покупал в нашем городе то есть получается спекуляция продолжается у нас все построено на кухне продать ну понятно есть тоже с китая заказали а потом наваривается сидят короче ребята надо учиться заказывать испытали что это такое что я как лошара вот это на кого-то работаю а с другой стороны надо же кому-то на кого-то работать я только лошара знаете что не сделал надо же было на почте проверить там написано видели бы было вот пластик хрупкая и рюмка видите а рюмка надбитая уже кто-то на каникулах а там дети пишут и вещи неделю учиться прикинь а у нас уже все в каникулах зато вам наверно в новый год скажет выйти да он опять молчит ребята как он свой канал ведет я не по ним вы хоть заходили ему к нему на канал в общем там разговариваются думает ладно это папин канал не буду сюда стрелать до чувствую чувствую крыло а я думал меня кинул думаю перечислил деньги ну на период и наложенным платежом она сервис ну думаю все наверно ребята не звонит и сразу такие никто не звонит ничего все я опять им набираю решишь такое три дня уже прошло ой мы вам это вот-вот продиктовали номер накладной нормально думаю человек только заплатил всего дальше уже он им не интересно ну хоть отправили это хорошо смотрите китайская газета блин это тоже испытывается понятно сейчас все из китая вот такое крыло смотрите как интересно что тут у них пишет ангуш прочитать вчера в китае был конкурс слышь как я мечтаю кто лучше и блины сделает пожалуйста это у иероглифы очень легко учатся как бы может написать вот еще газета блин как вот это китайцы понимают как можно вот это читать как подруга ты бы смог я в шоке тут шутут можно понять это что не наносит это один иероглиф ага значит целая история целости и вот в этих вот подписано готова сочинение ой все грязно все в пылевке но хоть целая покрашена херня смотрите наплывы видите разводы вот просто у нас такой скуток в принципе это крыло будет там красиво смотреться на фоне всех подряд и грязь короче ребята смотрите вот китайцы берут изготовили вот эти великалы или как они называются и выливают пластмассы станок купили и льют вот это пластиковые детали потом окрасили и продают что наши странам мешает делать вот такую херню чем мы хуже их свои люди без работы сидят я говорю никогда в руках даже это крыло не держал у нас скутер был куплен уже без крыло я не знаю как его собирать короче ребята что-то что-то вот так вот какой-то у нас здоровый ладно где наш барсик вот он ребята вот для кого это крыло было куплено хороший кот хороший хороший он теперь без блок он чистенький теперь главное стошка ему больше не увидеться тонненький хороший котик такой вкусный я в пиву гадов я не знаю я бы его сожрал бы сейчас лоха откушу в прямом эфире коври ребята до сих пор сохнут из ванной барсик помогает их высушить так ну что я могу сказать по этому крылу ребята говно редкая ничего не сходится тут надо все подпиливать качество ужасно какие-то вот торчат остатки пластмассы это все надо будет подпиливать всякие какие-то покоца на я вообще не знаю где-то в пылюки в грязюки красили пластмасс уже хрустну сейчас покажу вот застежка видите уже все отломилась я хотел ее застегнуть все лопнуло с этой стороны еще не лопнуло короче говоря говно полное вот почему я думал почему так дорого продают японские бэушные запчасти да потому что бэушная японская сто раз лучше чем новая китайская ну все я конечно очень разочарован кусок говна купил лучше бы я просто вот у железное крыло помните на металлоломе нашел покрасил в черный цвет и поставил это было лучше это говно какое-то вообще смотрите какие разводы видите видно китаец какой-то по после покраски трусами прислонился своими короче говно так что старайтесь все-таки не покупать вот этот пластик китайский полная поставим вот весна тебя да сегодня вообще у нас 10 градусов тепла просто вообще весна настоящая блин ребята чищу теперь шланги эти откачивал эту воду помните теперь приходится внутри все прочищать промывать их и беда потрескалась эта хрень я не знаю что теперь с ней делать вы как думаете афоня постанова делает на свиданиях своих афоня ругался ребята это не я в кадре кто смотрел афоня теле красавица держалась до последнего помните так ладно ребятки вот собрал немножко дальше передвинул там где пары полос изолентой замотал короче нормально работает еще полгодика пропашет а там надо какую-то грушу здесь придумать может у вас идеи есть какие-то надо бензостойку вот это хорошо бензин держит силиконовые эти шланги что сейчас продают их везде а вот это резинка говно да барсюня барсюня ты такой старой сколько же ты уже весишь то пошли взвесим так барс пошли тяжелый ребята я не могу его поднять давай пузо вставай вот так ровно стой ровно хороший молодец ёшкин кот андрюха 3280 3280 так масюньку масюньку еще тяжелее поднимать вставать 5 280 он 3280 да она 5 280 вот так на 2 кило больше играть и сидит он просто схватил за хвост хватать не бойся мася ну что мы будем сидеть так за сколько я продать кто умеет по весами пользоваться давайте допустим по 250 мясо на 13 гривен нет это дешево давайте сброс так почем сейчас мясо 59 гривен курятина нихрена себе на 300 гривен шарахнуться вот это мясо сколько все машине мы тебе на новый год скушаем эту коцю ребята напишите в комментариях кто ел кошатину вкусно или нет мне кажется она как кролик должна быть до мася барсик точно будет как кролик писец так и теперь взвешиваем вас вдвоем и так ой мама ну давайте 8 килограмм ну и что ты будешь сидеть и так мася какая-то странная кошка она любит на всем высоком или в ящиках сидеть слава все пошли и теперь веса надо мыть после тебя ручит на меня что ты что попутала ты что на хозяина только что рычала и я тебе сейчас посмотри на нее голос повышала на хозяина она думала это барсик она никогда не обижает никого из членов семьи ни разу не укусила вот вот вы чтоб не сглазить может так порычать но никогда никуда не стукать это тигра хорошая тигра что хочешь не делай ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля ребята так ребята молодцы там ролики ваши принимаю еще до 29 успеете присылайте не стесняйтесь там много уже прислали так ребята что делать с андрюхой напишите я не могу ребенок из семьи ушел вообще вы посмотрите его нет вот каникулы первый день представьте что будет дальше андрюха вернись наушники отдел смотрите и все это он может сутками сидеть спать до 11 часов дня потом до 3 ночи сидеть играть надо что-то делать пацану мы его теряем ребята напишите в комментариях что делать как нам быть не хочется всего как-то ущемлять в правах но он так не понимает сел бы там что-то отремонтировал а парень но нельзя же так ребята смотрите что творится мухи ожили он видите в камере наблюдения то целая куча мух видите ползут какие здоровые там окошко вот это возле камеры наблюдения и смотрите что творится там 11 уже по моему тепла сейчас выйду покажу он смотрите весну это солнце видите пригрела стало 15 а так было 11 я вообще смотрите футболки и тепло вообще вообще классно что ж такое творится то смотрите петрушка расцвела это по моему щавель такая красота такой свежий воздух не передать да но это первый раз жизни такое то зима была тоже вроде бы вот смотрите какие крокодилы летают я ж не шучу это ж не постанова как бы я вам муху оживил видите что творится я в шоке птицы наверно назад вернуться ручки моет куда ж ты красавица собралась скоро снег а ты новый год хочет встретить так она как вот так снять ее шары глаза а ну передай ребятам поздравления с новым годом и так ладно ребята пойду что-нибудь поделаю не ничего не охота настраиваю себя с утра настраиваю вот это крыло только забрал на почту и не знаю ничего не хочется делать а ладно сейчас сяду это видео вот это вам выложу и буду читать комментарии все ребята так и еще раз напоминаю не забудьте ролики прислать свои просто вот так на улицу даже выйдите и снимите покажите вот у нас там такая погода поздравьте сами себя с наступающими со всеми в общем жду еще ли такие смотрите оставили все будет весной переделывать и калитку это надо хорошую какую-то сделать так опять ветер будет смотрите зарево красное-красное завтра будет дождь и ветер беспокоить промокрюн так все так все впрочем все Да, смолу льют, ничего себе Вообще круто Сейчас опять будет лить А, ему же развернуться негде Вот такая машина здоровенная Видите, что в этом году С помидорами От жары, от такой И дождь был резкий потом И полопались сразу все Попеклись, полопались И яблоки падают Короче, задница какая-то Кошка, посмотри Серьезная морда Ребятки, смотрите, проблемы у нас Видите, как сгнило окно А новые не хватает Ну, хотя бы, чтобы пару лет там постояло Когда там все это рассосется, проблемы все эти Ну, вот так, видите, дело Придумал Со старых окон такие деревяшки были То есть тут вот сгнило все, вода попадала Я их, видите, срезал Всю гниль Вот так был гарочкой Вот, а теперь вот такие вставки сделать надо Вот, чтобы здесь стекло встало Здесь тоже такое Видите, что творится И уже второй день вот это все стоит Никто дальше ничего не делает Не знаю И машиной не могу выехать с гаража Все перегородили Второй день Короче, дурдом какой-то, ребята Так, ребятки, теперь смотрите Может кому-то пригодится Как конструктор лего, видите Делаю вставки такие Ну и как закрепить Вот нам надо три сверла Саморезы такие, да Вот я вырезал все это дело Первым сверлом Просверлил Наметил, где будет Отверстие тоненьким Вторым Сверлом Я увеличил в этой детали Чтобы резьба могла свободно проходить Видите И третьим сверлом Чуть-чуть больше шляпки Чтобы шляпка под потай ушла Вот, засверлился До упора Вот, смотрите Понятно, да, Света? Теперь что у нас получается Вот мы вставляем Два шурупчика Вот они ушли под потай И вот они зажмут здесь Вот такой херней, ребята Занимаемся Денег нету Бляха на хорошее окно Цены, как посмотрел Это ж нереально купить Поэтому Дом продаем все равно Хотим уехать отсюда Куда-нибудь в хороший город Там, где есть работа А тут в этой деревне Ни работы, ничего Так, вот такая получилась вставочка Вот Поэтому не только компьютеры Видите, приходится ремонтировать Все Вот так вот будет Здесь замажем все Здесь вставим Позамазываем Покажем вам потом готовый результат Ребятки, смотрите Стекло сейчас буду менять Надо помыть А вот фокус вам, смотрите Вставляем в воду Стекло Помыть И вот смотрите Если я сейчас его в брошу Упадет Бросаю Падает стекло? Падает Но медленно, да? Площадь большая Видите? То есть вот так оно хорошо И еще, кстати, смотрите Я когда-то работал в Кипове В Киповце Ну, Киповцем И у нас побили на манометрах стекла И надо было круглые вырезать И у меня Серега один там знакомый научил Вот так берешь прямо в ведро с водой стекла Кусок Ну, квадратик вырезали А потом прямо в воде Вот так его берешь Чтоб оно в воде было И кусачками И берешь вот так вот круг делаешь Ну, по кусочку Кромсаешь, кромсаешь, кромсаешь И вот такие круги делали Прямо в воде надо только делать Прямо вот так опустить воду И кусачками резать Знали такое? Тогда оно в глаза не попадет Это, ну и не трескается стекло нормально И мы такие круглые циферблаты Вот эти вырезали Ну, не циферблаты, поняли Защитное стекло на манометры Так, ребятки Блин, надо стол было поровнее, конечно Ну, видишь, трещинка идет Вот увеличивай Все нормально Видишь, все отлично Там оно не попадет туда Все, теперь еще кусочек отрезать Тоню Видите, чем толще стекло, тем легче резать Тоненькое уже хуже Так, ну вот, ребята, типа так Не хочет Не хочет, ты что не хочешь? Не хочет, показывай рожки Раздаваешь на этих Я же хочу, оп, все, снимаю таку Ой, на солнышке надо Покажи рожки Лечу, лечу, лечу Ой, падаю, падаю Давай, давай, оп Ах, какие длинные А почему они ховаются? Они в жир сховались Ой, Лиза, Лиза Ой, счастлива Что на листку посадили Глянь, Лиза Ой, перекинулась Лапами вверх Я запись не сделал Вот только нажал, не прыгай так Ровно держи Здравствуйте, ребята Здравствуйте всем Сейчас получается Вот так вот Вот такое вот Вот такое вот искусство Вот сейчас мы вам расскажем Вот так надо было сделать вольтметр Вот так вот Все, ребята, сделал Странно, но тут был сгоревший Зеленый светодиодик И были, смотрите, сгоревшие резисторы Вот они внутри вольтметра находятся Так, ребята, лаком покрыли, смотрите Ну, морилки не было Взяли это Марганцовкой Вода с марганцовкой Потом просушили И потом самый дешевенький лак там Понял? Там вот эти резиночки упираются Сделаешь это, да? Ну, как тебе машинка? Ай, бомба Увеличь Ну, вот на желудочкой так отпилили Теперь можно полировать Вот такая насечка Получилась классная Это золото Мы из золота, ребята, сделали деталь Так, теперь вот это ж туда надо будет забить И здесь просверлить болтык с резьбой, да? Чтобы это дело зажимало Попробуем, ребята На горячую посадить Хотя бронза не знаю Получится, нет? О, она даже Даже проваливается, ребята То есть, по идее Все должно получиться Вот, ребятки Смотрите, как классно получилось Вот теперь эта штука Красотища Надо только отполировать, наверное Ладно Вот, раз Раз Видишь? Это намотывать катушку Без задействовая Это Когда зажмешь Тогда уже вся машинка работает Ну, вот теперь четко, видите? Зазорчик, как положено есть Давайте Ну что сделать, у меня есть любимый мужчина в жизни, как это может кому-то не страшно не звучит, я не могу его прятать постоянно, и это и мужчина, мой кот, и другого мужчины у меня любимого нема, нет было и не будет. Субтитры сделал DimaTorzok Сандрик, где купаться тоже, мама у меня. Все, снимает видео, отпускай, отпускай. Вот теперь снимаю. Ну по центру сбери морду-то. Школу так подыми. Давай-то! Давай-то! Побьем! Школу так поднимайся, вставайся, 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 вставайся. Какой я пьяный, хороший. Вину у тебя украл. Ммм, ммм, ммм. Ха-ха! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пальцы пообриваю Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Диватора Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok и говорят, вот столько-то, столько надо заплатить, если не хотите проблем при сдаче экзамена. Так что, ребята, вот такая хрень. И вот, ребята, эпопея вся закончилась наша с получением прав. Вот у Владьки права. Пожалуйста. Вот он получил. Все нормально. Москвич мы тут продали. Так что те же деньги вернулись себе за него. Получилось, мы бесплатно покатались на москвиче. Мы даже за бензин оправдали. Вот. Теперь Владик у нас записался в музыкальную школу и живет для себя. И радуется жизни. Да?